доброго времени суток друзья приветствую всех на канале erzone game сегодня мы зайдем на один новый проект который я не знаю как классифицировать построенный он на базе игры арма 3 и называется он реликта скорее всего в роли play направлении но вот что он из себя представляет наверное мы узнаем в ходе этого ролика озвучивать я наверное много не буду потому что ролик записывался в живую то что происходит то и происходит в общем то то это я вам и покажу ну а выводы что это за проект если вы в этом разберетесь если вы поймете о чем идет речь будете делать наверное сами ну и наверное надо добавить что проект еще не открыт разработчики сделали вот такой вот тестовый экспериментальный запуск для того чтобы кто зашел тот ознакомился с механиками с атмосферностью ну в общем все то что вы сейчас увидите небольшая экскурсия от разработчиков по тому проекту который они строят но и обещают скоро выпустить его в релиз так что давайте приступать к просмотру привет слышно меня да 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 замечательно только очень страшно давайте сам немножечко света дадим света я люблю там ребята просто набаловались также погоди секундочку мне это я щас перезайду я здесь стою ой как хорошо сразу полегчало ну что пойдем да пойдем так надо света пойдем проверим генератор сделаем немножечко цвет хотя бы на улице а потом уже разберемся осмотреть я могу только своими глазками и никак больше до третьего лица нет поэтому еще очкови ну мы типа там до полное погружение только от первого лица мой зачем они свет выключили ребята ребята я вас отругаю вы зачем свет выключили уже оружие нашел где-то на него надо было разобраться как генератор работа разобрался все выключил весь свет отрубил нам вообще весь свет выключила и молодца ни хрена все рубильники работают конечно понятно почему нет света блин он вирус не балуйся пожалуйста к смысл теста если я не могу проверить я человек пытаюсь сейчас буду учить как чё делать а тем лучше я я проверял просто работает или темно так ну что пойдем так то светлее гораздо лучше блин конечно выключает понимаешь свет на всей станции темно потом затем а мы сейчас на какой-то станции да ну по лору это подземное убежище маленькая маленькая часть подземного убежища ты с лором вообще одну почитал хотя бы чуть-чуть знаешь что у нас тут происходит читал в прошлый раз но подключиться я не смог поэтому сейчас уже нет вот в этот раз я вообще не заходил не читал смотрю открылись думу попробую а получилась там ничего не изменилось в плане лора ну то есть это такое относительно недалекое будущее люди находятся под землей по определенным причинам в общем место страшное вот если сейчас зайдет румыноч он про лор прям деталях сможет рассказать я не очень я больше по механикам и так вопросы сначала есть какие как победили вы армурские механики ну как взяли вот так и почти победили как видишь ясно в общем разберемся в дальнейшем за как чего там да смотри у твоего персонажа это вообще огромный механизм у которого куча всякой фигни во первых у тебя есть две руки левая и правая ты в каждую из этих рук можешь что-то брать снизу у тебя находится две иконочки это как раз то что у тебя в руках соответственно левая и правая та которая подсвечена зеленым цветом это активная рука чтобы сменить активную руку можно нажать клавишу q английская ну и краткая русская работает правда рука нарисовал да прикольно племянник нарисовал ну вот давай попробуем переложить факел из одной руки в другую чтобы открыть инвентарь надо нажать tab вот и его сейчас на пояс повесил ну примерно разбираешься ну примерно понятно разберемся что происходит кстати факел потух подожжешь не факел для того чтобы взаимодействовать одним предметом с другим предметом надо открыть инвентарь нацелиться на этот предмет и перетащить предмет который у тебя в инвентаре на предмет который лежит в мире я пытаюсь пытаюсь вот этот прицел как раз для этого да ну да да и надо зажать клавишу е просто потому что если ты перетащишь предмет просто на мир ты его выложишь нами какую-то точку зажимаешь я у тебя квадратик вот твоим факелом станет зеленого цвета и ты подожжешь не факел хера не получается так давай еще раз открыл инвентарь да зажимаешь левую кнопку мыши на своем факеле и перетягиваешь его на на этот самый на факел который на земле но тебе по дистанции далеко слишком находится ты присядь прям на корточке тут очень много таких вот на дистанциях завязанных приколов открываешь инвентарь перетягиваешь факел на заработал и зажимаешь не чтобы он позеленел вот это я понимаю нихрена как все сложно блин но интересно потом это это инвентарь это отдельный как бы кусок а есть еще режим взаимодействия это вообще отдельная штука открывается он через отдельную кнопку это тильда знаешь такую и а вот есть курсорчик появляется у тебя появился курсорчик если ты мышку переместишь правую часть экрана там очень много всего интересного по я птическая сила будет и точно так же если мышку переместишь вверх там тоже что-то появится да да ухи дрион вот он нихрена в этом разбираться надо будет вечно если ты стоишь перед каким-то предметом перед человеком и нажимаешь по нему в этом режиме правую кнопку мыши у тебя еще какое-то окно открывается то есть куча всякого всяческого у него на груди не нанесено одно кровоточащая рана у тебя на груди где то есть вот так мне написали но меня потому что кто-то ударил видимо то твари кто это ли кто разработчик объем ну пойдем даем найти бы еще так ну что надо наверно показать что у нас тут есть на тут на самом деле показывается нечего той стороне церквушка это главная площадь какая-то карта схема какая-то есть от этого всего схемы ну сейчас пока нету а будет да но будет да а тогда сложновато запутаешь ты конечно знаешь это вообще как этот боюсь отойти значит там где ты появился там врата за вратами внешний мир пещеры кошмарный опасное место очень опасны лютое да лучше не уходить но мы туда выйдем и туда все равно выйдем потому что все когда-то бывает первый раз а по оружию вот и смотри с палкой с какой-то ходишь это все что есть но оружие в основном холодные мечи топоры то есть человечество по лору откатилась то конкретно назад да ну такой да по лору там сколько получит в районе 250 лет прошло то есть мы под землей уже где-то 200 лет за 200 лет а человечество значительно так деградировал а вот генератор работает он на чем работает на биотопли который мы будем добывать вот выходя из этих вот ворот страшных да да не всегда но добывается из куч ну скорее всего это так и будет это мы просто еще с ним будем в этом зале седаний который кстати находится там на втором этаже будем обсуждать вообще как бы биотопливо будет получаться из какого-то гриба который растет в кучах с говно там с отходами обожаю в говне ковырец до этого доставки чего пришел человек кто это титро и алекс пидоров ну вот у тебя имя прикольное где его посмотреть ну на f1 нажимаешь только ты тогда моё имя увидишь ну камень кирпич свое имя ты никак не посмотришь это кипич мне написано а это вас а свете суханин это я да а это кто а это как музыку убавить настройку а его зовут алекс пидоров почему такое имя ему дали все закромко он сама себе это не сделал вообще другое было оно сохранилось значит прошлого раунда раундом вызвать не знаю а вот когда ты заходил в сервак если будешь баловаться этим клетку посажу так вот и когда заходил в лобби там была куча настроек там можно было лицо выбрать имя возраст пол персонаж то есть куча всяких настроек все это можно было поменять но я что-то вписывал как бы вижу трудности были заходом то я думал чуть тут париться если месяца 5 выкинет у меня слава богу нибудь надо найти товарищи наших которые убежали куда-то я видел вируса около генераторный образование а борзов компьютер накрыл не тот момент где оружие мы найдем через или чем до оружие найдем час вы убьем это всех посмотрим все я думаю что скорее всего они где-то в баре себя комет находиться он на правую кнопку чуть не работает все оружейку они уже разбирали и сидят сейчас бухает баре а чё другая карта ну карта другая потому что видишь fps сразу повыше стал но у меня все равно к тюрьме кружка так расследуем я слышу школьника от кого-то беспокоит они на кухне готовят они точно не играем на серверах армии мы точно не знаю что происходит поэтому я тут готовлю вот он как раз я зашла на американский потом полностью там мясо с бумагой готовит там оттуда тоже выпиливал всякие штуки большинство моделек метрошные там очень прикольно тема была сделана там типа срубить дерево там например или еще что-то подготовки там очень шикан дождь типа ты именно тебе надо порезать мясо смолоть его сделать в котлетку потом этой ну это хуйню куда бар эту котлетку переворачивать котлетки можно жарить это надо было все делать бутерброды такой механика то есть то что то же самое да только спиздили мы это с другого места только так резко будут открывать они всегда вот эти двери да а вот такие наши ребята вопрос такой огнестрел будет распространен или очень редкий скорее всего будет резкий только у двух-трех ролей и он вообще пока что не сделан пожалуйста не пейте меня может быть так вместо этот ну помимо огнестрела давайте день затусуемся я билой фк сбегу и быстро так не честно по-русски рогатка рогатка сюда и рогатки будут рогатки дешевые огнестрелы вот который я сделал помнишь который можно глаз выбить ценил шаг не знаю более более а среди ну его добавим на а ну если такая рогатка туда есть она должна моделька ей седой арбалеты будут луки конечно будет ну модельки ты где возьмешь модельки у него есть модели модельки уранзета у него там даже успехи есть передаем привет серёжа атлеру нет спасибо за модель братан астрал передает привет и астрологи дайте бутербродик они тони они тоже выступили за котлетки и все остальное посмотреть на процесс я хочу бутербродик вы весь хлеб сожрали я закончил основную часть экскурсии дальше бомж градства хотел а вот ну давай нет не откроешь а как через этого через тебе надо внутрь зайти но в целом плюс-минус разберемся ну откроем внешние ворота дверь кратче выходите уже а я лучше вроде хочу а где его но для бутербродика нужен хлеб будем печь хлеб так для хлеба нам понадобится тесто ты его положил вот сюда да вот и вот так взял положил сюда файл нужно класть ты тоже можно класть в любое место вообще в любую точку с жизненная сила она определяет я понял да я уже понимаю на чем она построена как бы школьник хватит баловаться школьник всех беспокоишь как раз вольничка осталось поможет донести мне яйцо возьмешь сейчас попробуем туши факел нет и просто инвентарь закрой инвентарь левой кнопкой мыши нажми по этому саму да 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 что такое зачем бабуш я рассказал кого нет миханыч живой 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 нормально тебе не отбивайся от коллектива балуются баловники ну блять бывает чушь астралыч ты ушел мы пойдем ладно так как как бы сделать сделать аукку слышит сидой твой проект метро ассоциирует чуть метро это а росталкер только если модель чего бегите пойдем пешком ну офигенно блин это черная хрень а вирус где этот самый до убежал уже ушли туда вон играть на улицу до связывать наш а тут сейчас на улицу пойдешь а я хотел хлеба запечь связывать можно связывать пока нельзя где тебе потом найти в пекарне я да на кухне буду готова сквозь сеть и все видно а когда я откисну кто-нибудь узнает об этом а когда я не знаю это в этом просто еще сдохну мне написано голод а вот но тебе надо поесть он у тебя насколько сильный желтый вот и пода съешь яничка подожди видно как есть ну выбираешь на этой открывающий режим взаимодействия выбираешь там рот ну справа там где рот голова левая рука правая рука убираешь рот нашел а потом в инвентаре просто кликаешь по яичку проводаете тоже с метрошек и нормально или город городе кушает яичко вот так вот я его съел до пятку сил кусочек смелее налетай седой да а и бенты меняются когда-то другую локацию заходим сейчас нет потом будут иди посмотри ну хватит проверить части тела это отделывать ну вот тут к столбу подойди а я вот тут все вижу вот я просто иду и вижу угол забеги не в курсе но а вот здесь табан седой это ты сколько людей столько и мнений но мне не кажется мне кажется что это птичий короб и не туманное говно потому что в туманном говне было зона изоляции так скажем похоже тоже на мозги такого что ты же говоришь там какая-то психологическая хуйня не говорю что именно птичьи ну да да там короче что-то происходит почитать лором в группе в нужно там по-моему есть там 20-30 таких страниц вортовских пойдем запитим на пусть выживи там больше большая часть там для справки для интереса все что тебе важно это то что есть сейчас вот чтобы в это играть так скажем поэтому попал полное знание приветствуется но не обязательно что не интересно чтиво при полном знании ты просто можешь человек может лучший роль отыгрывать когда он знает больше больше погрузиться в атмосферу опять же нужно разделять на то что знать персонажа то что знаешь что что нету для еще на версии лора у меня все время этим снашали начиная там вот я сверху пришла блять я все знаю там там что происходит у нас еще будет отдельно вики почему я сюда попала или я просто проснулась или чего не знаю с какой оправлении конкретно в том поселении да ну типа смотри нам сталкивает и типа пробираешься в зону правильно здесь почему это смотри обычно ты будешь поселенцем и как поселенец ты можешь предполагать что ты уже существовала в этом поселении какое-то время дают и то есть у тебя есть своя история и ты можешь на этом сыграть то что скорее всего другие персонажи тоже предполагают в том что у тебя есть история они тебя тоже знают они могут из своей головы начинать доставать да доставать события из головы просто что-то вспоминать чего никогда не было и собственно таким таким образом вживаться в роли главное просто проявить фантазию это все может получиться довольно интересно собственно реликты как раз про это слушай вот еще один вопрос я заметил выборы религии короче станционик может любую религию не станционика поселенец и пока что пока что мы не знаем какие религии будет конкретно здесь мы обязательно что-нибудь придумаем запуску что-нибудь интересненькое чтобы да и режимы тоже тут будут режимы то есть мы не просто так каждый каждый раунд бегаем и ничем не занимаемся обычно заканчивается вот вот как раз от режима будет зависеть у нас будут определенные антагонисты определенные цели для антагонистов и это может закончиться как победой поселения или проигрышем как не каким-то нейтральным концом так вообще может не нужно например взять и рассоску где там надо было вызывать шаттл спасение то здесь такое будет я не думаю что здесь можно спастись ну примерно для ты всегда можешь убежать в эти пищи разу ты человек не видим к слушай слушай как идея типа если на страну если на поселение нет энергии больше там 20 минут раунд заканчивается такой тоже может быть потому что никто не хочет жить в темноте смотрите чума обязательно точно чем придумаем и в любом случае ваши пожелания будут учитываться мы хотим все-таки создать игру в которую будет интересно всем играть и чтобы все сошлись более-менее с нами какая у нее идея с какой-то театральное представление в котором не скучно крайне пока сессионка но на full онлайн может быть full онлайн скорее всего смысле то что у нас раунды скорее всего останутся раундами ну блин я не знаю вас уже тут собралось штук 10 это неплохой старт я думаю это эта карта на человек двадцать потянет даже можно тесновато блин почему нет нет я имею ввиду смотри типа врач этот как мусора штук пять да там например плюс поселенцы чтобы 5 мусоров да ты чё можешь перекрестись плюс готовщики в этом половина половина поселения охраняет другая половина сидит тебе же надо брать расчет то что сколько у тебя работы будет именно людей игровых которые будут отыгрывать какую-то определенную работу не просто там бичуганов а типа там бармен блять медсестра доктор не знаю там смотрящий главный главного секретаря правая рука там всякая такая мы плюс-минус роли уже выкладывали которые на старте на старой карте были но на этом мы тоже какие-то придумаем свои особенные либо стой тоже опять же возьмем я думаю в целом 30 человек можно вместить но да это уже бы тоже будет на том моменте когда на самом деле уже при переходить на прошлую карту больше карты это где-то от 15 до 25 человек ребят больше человек лучше тем тем интереснее будет представление так скажем больше ассоциальщины и все такого технический вопрос вот этот чат в верхнем левом углу его как-то можно потом сделаешь его пропадал я думаю можно будет опять же скопить сюда скорее всего будет пересматривать твой стрим и учет это пожелание ну просто красным на три четверти монитора сверкает и я понятно что крип попадание это заебись но это уже не актуально кстати хороший момент чтобы передать свои пожелания главным разработчиком либо знаешь что сделать так чтобы не было вот этой затемненной рамки туда это было бы получше его просто он со временем должен как бы как не актуальность не пропадать да когда ничего не происходит да был бы хорошо это вполне может напрягает на то что он постоянно занимает место давайте подходите механики здесь на казни и все такое бы ну казнить казнить можно так просто через боевую систему наверное я тут пойдем 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 на главную площадь раздуплимся все устроим набег короче убиваем первым делом этого привратника играть всем привет от случая а кто-то седой меня они меня на смерть ведут неправильного человека мы ему сейчас будем делать доправлять музыка седой слышу отчеток убивают сложно на реликсе уже только половину сюда даже когда оружейные скиллы будут у большинства их не будет и все равно убивать будет сложно промаха слишком много ну все по системе убирать систему блин это проще человека нож открой ворота черт ими дурак справиться на самом деле подожди сюда не открывай половина из вас только попадут сюда тот кто выживет битве у меня руки но и топором скину ребята да сейчас я вам топор скину но скидывай мне можно я кого-нибудь убью выключи гадости твоей визны о пошла резня пошла куда убегаешь весь и здесь а седово 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 херачьте херачьте седово вон он вон он где-то 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 только самый сильный пройдет внутрь давайте 8 ловкость ловкость это чё такие зубы визика это не как-то даже давай нормально это топор и вообще по ним попасть невозможно я ничего не вижу на черном экране черные какие-то силы эти руки там да менюшка отвратительно на самом деле не видно ни хера ты про верхнюю левую да вообще менюшка не видишь черный квадрат и там черное меню верхний левый уровень не 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 нижний середина экрана менюшка которую на топ нажимается учетом нарисовано хер его знает тут есть сумки есть руки есть очки это что я вижу слушай а у меня вот рука какая-то шляга как эту шлягу выкинуть б английский и хрена флампер а именно любой вещь подобрать это только надо присесть вы еще руки и ну конечно тоже не дотягиваешь это че за хрень знаю какую-то хрень скину да и то ли хлеб то ли тесто по и масло хрен пойми такой набрал причем рука должна быть свободно перемене мишу рука меняться это спасибо а я не могу рука так вот правильно ась я поднял буквы б брусь и я бс любые вещи так понял что у тебя в руках скинуть можно да 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 а как съесть например тоже через топ нажимаешь тильду появится стрелка кнопка вижу показать описание нет это правый вверх первый правый вверх короче тильды нажал да и рот указываешь потом с одной стороны это все прикольное но с другой стороны это как-то тяжело к этому надо привыкать и очень долго привыкать и где рот рот там он там рот тильду нажал правый верхний угол завел ну там нажал да тильду блять эти три раза нажми тильду и у появится курсор переводи курсор в правую сторону экрана потратил вверх я нажми русскую я ага нехорошие ворота о бравка нормально нет это не грибная брага это молоко мель тишачьи будет самец они тоже хорошо дают ты не понимаешь седой это ты молодцы а можно в вашу игру поиграть кого мельтешата где на покушать мельтешата на ферме но я могу их прям здесь сделал не надо о как он орал без головы вон он вон вот это да ну твоя голова капец ты модный стал правой руке на так справа руки за нос круче поменяет факел факел брось пошел себе спокойно спать они туда сидишь дрочишь блять правильно 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 конечно конечно правильно тогда ты живешь правильно а ну это гостиная да это гостевые дома хорошие гостевые номера так это получается у нас у нас так кушать хочется голод чувствую ага а вот здесь у нас вот здесь у нас получается а ну да здесь у нас казармы я здесь у нас казармы говорю за армии до военные есть казармы тюрьма ну конечно есть же структура которая обеспечивает безопасность самом городе ну вот вот там вот арсенал дальше ну ничего себе я смотрю тут есть топоры и пилы тополы топоры и пилы огнестрел добавим нормально будет у кого на что фантазии хватит грубо говоря на ваш взгляд не очень темновато вот вокруг так и должно быть может быть чуть-чуть света надо бы конечно добавить да потому что вот эти лампы они почему-то не горят как нужно здесь в общем то церковь но там я не вижу вообще ничего там черный экран так но это нужно тогда взять что-нибудь из факелов сейчас быстренько добудем так вот это у нас церквушка так вот здесь у нас исповедальня упал нахоту как-то обрати так это в обратную сторону нужно вот здесь жилище аббата на втором этаже у него выход на крышу на всякий случай так где исповедали тогда исповедали вот здесь под лестницей то есть чтобы мне исповедоваться минут через его жилище пройти нет он здесь будет да сидеть а я вот там я понял комфорте на кресле а соответственно те кто исповедуется на стуле опа свечка ты рассоплился сырые подвалы помещение тогда жуткие так у нас и дой кстати дой а чё у нас баней а баня ну она вообще была здесь на втором этаже в этом здании и сейчас я нигде нет тебе понял саня ты в порядке ни рук ни ног тогда надо пойти покушать вечка пойдем покушаем так надо бы сесть буква е буква е буква е а ты сел да я вижу как ты стоишь я наверно тоже у тебя стою да да вот надо дедой во-первых я ногами ухожу от того что я вижу да я ногами ухожу в стойку а ты у меня просто стоишь воткнувшись табуретку и очень лагано крутишь головой да вижу вижу я уже тоже да ладно да 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 есть такой момент неприятно так а как встать то с них а все пиздец мы здесь будем жить да на стуле ну хорошо хоть в базовой доступности от еды и то хорошо правда руки не дотянутся центральную менюшку надо переделать темноте вообще не видно что нарисовано смысле какую ну вот центральную центральную по центру экрана вот где рука факел вот сейчас я наложусь на стол я вижу хочу нарисован то а до этого я вообще не мог понять что нарисовано вот и вылез как мне до r окей так надо покушать по это покушенная да не знаю ну-ка у нас там да сейчас посмотрим чужие такое то так правая рука мясо мясо вроде покушать это хорошо нога нога сутяг выбираем рот я даже взять не могу у тебя может это вот смотри а надо было свободную руку выбрать понял да держи не могу сырую ногу съесть так ну рот у меня был выбран открываю меню и щелкаю по этой да да вроде бы можно на таб и нажимать или нет ну-ка а нужно пожарить приготовить его это у нас что такое и мука так мука нужно да не не надо из муки сначала сделать тесто тебе нужно молоко бутылку молока бери а так взял потом положи муку на стол это конечно с поёбанутым и сделано тем не менее мука на стол активная рука свободная а бутылку с молоком перетаскиваешь на муку не могу тут не встанет перетаскиваешь все зажатый а ну ты выложил а надо именно применить а не очень замысловато то нет как считаете местами да но это же интересно тоже просто да но частями не доделано это все отполировать наладить это будет очень классно так ну-ка смотрим смотрим о чё то вышло а чё вышло о я знаю тесто масло от масла надо кусочек отрезать ножом так ну смотри два теста да 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 масло где масло возьму а че масло все сожрали уже да реально я все масло съел извините ну вот один кусочек ну не кусочек а брикет масло так тебе еще нож нужен нарезаем ну да да я забыл это боевой нож нужен кухонный ну вот я потом ну я сделаю что до любым ножом можно наверное все оружие прописать логически если судить то можно и топором принципе кусочек отрезать в кусочек есть так и любой ингредиент можно с маслом сделать пирог с маслом да ирок с ногой можно только из едовыми любая пища любая пища может давайте тогда мельтешонка как достать покажи же мне как клетка с кормовыми мельтешатами где не вижу куда вы есть для есть ингредиенты а есть ингредиенты что делать дальше денты есть печку закину для пирога просто печку закидываем и все вот это не 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 на эту печку на самой правой а отчетом делает обезболивающее и мука это чё за еда такая и это перец и мука до которых нет не румыныш не так как печку именно закинуть ну перетащить взаимодействие ножом его кухонным потом порежет на куски ядаю целиком хавать нельзя да ну можно и целиком спорим он так и сделает нет я не буду так делать где а я какой халат красивый почти готов пишет это шинель шинель а пахнет как а пахнет и просто как пацаны какую часть открываешь инвентарь и просто из руки 5 вот на мир пироги то готовы есть чё похавать есть есть вот ножичком ножичком пирочка так я вижу что у вас под прилавком тут ой спасибо брат пирог с мельтешатиной ух поем за столом как термальные люди да и я чё-то горячие видать не есть это что за таблетки холерные ямы нам не показали налево и потом опять налево пошли пошли пока обрубку обрубку пья дайте где холерная яма то пойдемте где на нет хорошо он сюда не подойдет знаете кому-нибудь бутерброд еще мне свой то никак не съесть да пусть да не ребят вы меню открываете не потом закрываете когда на таб меню просто это правой или левой кнопкой по жратве о человек смог проползти седой помог ему пропихнули смотри я пешком быстрее чем ты ползешь ну вот он я ну где холерная яма то где вот зеленая что ли так вот она а там не опасно то можно прыгать туда ни хрена как я забыл ай все вот теперь я приехал о ненормально по не я поиграл бы червяком на реликте чисто ползай сюда я здесь а какая-то экономика базиста какой-то будет или как конечно зря близок ты был близок тут профессии много и все они важны и нужны выкинь ты этот бутерброд его в холерную эту яму скинул к чертям он невкусный несъедобный хотя мне голод уже оранжевый седой смотри червяк поселился причем у них все естся у нас ни хрена не естся напихали нам хрень объясняю открываешь короче говоря на тильду открываешь менюшку да там выбираешь рот после этого тильду отжимаешь нажимаешь таб на табе смотришь где у тебя лежит жратва там или правый или клевом левая кнопка мыши по жертве клац и она у тебя сожрется только из боевого до из боевой это надо взял мясо бери бери пустой рукой поменяй на или пустую руку чтобы просто рука нарисована зелененько чтобы было туда да и правой кнопкой я нажимаю он даже левой кнопкой сейчас нажимай левая кнопка не один раз ли 20 48 не работает на правую выскакивает пояснение что это такое короче давайте я вам объясню вот нажимаете вы тильду до рук в руках у вас еда есть в руке есть ну вот нажимаете на тильду вот нажали потом после этого прожили не убивай меня даем объясню нажали вы найти льду нажали народ потом вы нажимаете на таб и в том месте где у вас еда нажимаете левая кнопка мыши все два раза нажмите нихера не у меня не умеет ни у него не елась вот пирога кто-то съел и не ест вычит неправильно делать вот давайте он прям сейчас съем при вас выложим на б нажмите вот выкинул да вот 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 нажал тильду алтильду выбираю рот мая таб два раза браку и вычет неправильно делать ну на тильде же рот выбирается просто вот он выбрался и выбрался по другому чтобы он темным подсвечивался все вот так как вы говорите ну я не сваленком на голове все абсолютно также но вот не работает видишь у двоих не работал потом не надо тильду еще раз нажимать вы нажали нет конечно рот или с левой и с правой пофиг тильду не надо отжимать тильду нажал выбрал короче в руке еда есть на руку жмешь тильду не надо отжимать да не надо отжимать а вот это другой момент нет я саджата тильды ну ты я нажал ее да вот появляет курсор да и вот в этот когда аван и до осталось нет нет просто когда курсор появился да вот именно курсором пока он естественно стал убираем потренироваться интересно что легко можно с земли сесть ну то есть присесть и съесть вот там тренироваться один раз не отжимать ее просто и все так нажали два раза на еду все что мне не получилось руки опустил тебя в боевом режиме возьмите до боевого режима выйти опять не жрецы да ладно так нажми тильду выбери рот не отжимать тильду нажми там там нажми на на табе нажми на жратву и сожри ее тильду зажимать не надо на нее просто нажать все ну вот только скажите кто им что у вас получилось ни хуя 5 и у меня тоже самое не саджатый не зажатый никак но вы уйти так слушайте рассказываю выберите на ну вот в этой самой тильде выберите рот чтобы опускать скажет после того как вы выбрали рот земли просто жмем е и все будет поедаться это самый простой вариант для бомжей которые не умеют у которых нет рук и которые не умеют ничего у меня что-то просто раз получалось а сейчас это не получается тоже потому что вы рот в активную эту не вы не вывели я пойду человек встречать хорошо сожалению это тут я так понял работает таким макаром что надо выбирать активно какую-то ну какой-то части психологически вы не хотите рядом с тволетом жрать не не получается реально мы же хавали причем да у меня тоже получалось а вот сейчас все может быть это вот пора богат меня убили я появился по новой что-то поганулась потому что до этого я ел я это тоже сейчас все записываю но у меня видео выйдет наверно часа в два ночи посмотрите я делаю так как вы говорите прям вот вы говорите я делаю ничего не получается хотя до этого я кушал и на видео было дело а вот после того как меня убили вот сейчас ты говоришь потом на видео можете увидеть я специально сейчас вот на темное навожу экран чтобы вы видели у меня уже мигает голод то есть я сейчас умру но ни хрена не происходит а до этого было я ел я ел мне показывали как я ел ты можешь мне ссылку скинуть в этот фтс ну и вот в общем то друзья наверное на этом будем заканчивать дальше мы разбирались у кого что там кушается у кого чего не кушается в общем то интересного уже ничего не происходило показал то что показал то что нам показали разработчики при открытии все кто хотел зайти зашли и ознакомились в общем то такая возможность есть у каждого я думаю что еще пока что вот на момент выхода этого видео будет работать на данный проект проект называется реликта в каком направлении что это за жанр уж решайте сами скорее всего это роли play вот с такими вот механиками с которыми вот ребята нас познакомили готовка убийство расчленения подземная жизнь постапокалипсис вот такие вот тематические направления выдержаны в этом проекте ну и вот таким вот образом которую я вам сегодня попытался показать он выглядит ну и на релизе естественно особых изменений не будет да ребята постараются сделать более четкие работы механик что-то видимо подкорректируют настроят но принцип будет вот такой подземная жизнь постапокалипсис группа людей выживших которые существуют уже больше двух веков вот в таком подземном мирке иногда видимо выходит на поверхность для того чтобы набрать каких-то ресурсов побиться с наверно с монстрами но остальное все будет на релизе вы можете зайти в группу вконтакте ознакомиться с лором этого проекта но и в общем то вот посмотрев это видео наверное уже будет какое-то понимание давно в каком направлении как будет выглядеть этот проект на релизе ребята обещают что релиз будет совсем скоро он не за горами ну и будем на этом прощаться не забывайте подписываться на канал вступайте в группу заходите в группу этого проекта ну а у меня на этом все всего вам доброго